И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень интересной разговорной тематике. Связана она будет с Орехом, с его нововведениями и будущими обновлениями в игре. Мне предоставили довольно-таки интересную информацию, которую мы вместе с вами сегодня обсудим. Ну и если вам этот видос зайдет, я, можно так сказать, разделил видос на три части. Есть три подтемы, сегодня мы разберем одну тему. Ну и если этот контент будет вам интересен, то запишу также и вторую тему и третью тему, связанную с Орехом и с тем, как он все это дело видит и какие обновления ждут нас в игре в ближайшее время. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше. На 3 миллиона крестивалов на 20 тысяч танкоинов, для этого устроить игровую аккаунт, и устроить ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо темы, которую мы сегодня разберем, это наболевшая тема с переодеваниями. Это тема, которую я уже обсуждал один раз. И она была связана с тем, что у нас теперь есть только одна возможность переодевалки. Но Орех говорит нам то, что это лишь только начало. И в скором будущем переодевалка будет убрана полностью из матчмейкинга. Вот такую вот информацию мне предоставил подписчик от официального аккаунта Ореха, который, я так понимаю, общался в чате на ютубе, на стриме. И вот такую вот информацию он писал. Мы с этого начали. То есть это к тому, что у нас произошло сейчас, вот относительно недавно ограничение, с переодеванием в гараже. И я разбирал уже эту тему в рамках видоса. И вот Орех говорит, что с этого только начали. С того, чтобы отключить гараж. То есть, чтобы отключить возможность переодевания полностью. Не зря же мы отключаем переодевание часто в ивентовых режимах. Это все идет к одной теме. Да, к тому, что полностью, полностью будет убрана переодевалка в матчмейкинговых боях. То есть в любом матчмейкинговом бою вы не сможете переодеться. Это, с одной стороны, делается для того, чтобы те игроки, которые подпикиваются в бой, уже в начатый, чтобы у них не было возможности переодеваться. Относительно тех игроков, которые играли, например, бой с самого начала. То есть они играли бой с самого начала, уже сделали свою переодевалку. И у них переодевалки больше нет. И вот чтобы те игроки, которые только подпикнулись в бой, не смогли одеться под этих игроков. То есть логика в этом, ну, есть какая-то, да. И решение в такой ситуации можно понять. По крайней мере, да. То есть если до этого я особо не понимал в этом никакой смысловой логики, то сейчас смысл в этом виднеется, да. Дальше он пишет. Я честно считаю, что игра без переодевания будет лучше. Осталось только дождаться момента, когда мне будет не так больно читать фидбэк. Меня опять хотят порезать на британский флаг за удаление фичи. То есть Орех уже в целом готов к этому, да. Он это точно реализует полностью. Отключение переодевания вопрос лишь только времени, да. Когда это произойдет. Ну и к вопросу, когда это произойдет. Он говорит, что нельзя так сразу. Надо, чтобы сперва сами игроки начали просить и требовать того, чтобы переодевания в матчмейкинге нужно отключить, да. То есть чтобы сами игроки, чтобы большинство даже игроков, крипов, наверное это больше к крипам, можно отнести эти переодевания, да. Чтобы их не было, как правило под крипов одеваются всегда и переодеваются, да. Ну и чтобы этой возможности не было в будущем, да. Чтобы матчмейкинг стал просто одним возможным элементом, да. И чтобы никто не мог под вас одеваться. То есть изначально запикались на определенном вооружении в катке. На этом вооружении всю катку вы и играете. Вопрос стрим снайпа в таком случае становится более болезненным. Так как если, например, ты играешь на стриме и челы, которые хотят тебе там помешать, они будут подпикиваться в катке уже полностью с надетым вооружением. Ну и в этом случае ситуация будет сложнее. Но можно, как говорится, и открывать гараж перед боем. Чтобы ни один стрим снайпер не знал, на чем ты запикиваешься в катку. Но это тоже как решение этой проблемы. Поэтому в целом все идет к тому, что у нас полностью в ближайшем уже будущем, быть может через неделю, быть может через месяц, быть может через полгода, но у нас полностью будет убран переодевающийся момент в нашей игре и в матчмейкинге. Ни один игрок не сможет ничего абсолютно поменять. Это будет работать во всех абсолютно режимах. Что вы думаете по этому поводу? Как вы смотрите на эту ситуацию? Какие мысли? По поводу переодеваний. Согласны ли вы с Орехом? Считаете ли, что это правильное решение? И в этом ключе нужно было работать? И нужно работать, да? Потому что, ну по сути еще это обновление не вышло. Поэтому хотелось бы узнать вашу точку зрения. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Поддержьте данный видос лайком. Если вам понравилось, если соберем на этом видосе хорошую активность, то раскрою еще две темы, которые мне скинули с обсуждением Ореха. По игровым характеристикам. И получается, там была еще одна тема. Не помню какая точно, но что-то было тоже интересное. А, связанное с киберспортом. Поэтому пишите все свои мысли. Проявляйте максимальную активность на данный видос. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше. Ну и высказывайте свое мнение. Продвигайте данный замечательный видеоматериал. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Продолжение следует...